От улыбки станет всем теплей, милее, добрее, веселее и светлее, друзья! Доброго бодрого утра! Это Будильники, шоу в эфире Национальной телерадиокомпании Анголицына. Максим Попов, настоятельно рекомендуем улыбнуться отражениями в зеркале близкому родному человеку, коллегам по работе. И тогда действительно эта пятница будет хорошей, будет плодотворной. Ну и выходные не сгораем, поэтому настраиваемся. Да, друзья, настраиваемся, но прямо сейчас говорим, что интересного в дату 3 ноября случается в мире. Ежегодно 3 ноября отмечается Национальный день сэндвича. Любишь ты эти скуки? Да, люблю, честно, признаюсь. Отлично, но тем более, что на завтрак самое то, друзья, чай или кофе и сэндвич. Кто же этого не знает? День культуры в Японии. Традиционно в День культуры вручаются награды и премии за заслуги в литературе, поэзии и живописи в этой стране. А в Панаме отмечают День провозглашения независимости Панамы. В Гранаде проходит джазовый фестиваль. А в Таиланде проходит праздник Лои Кратонг, День полнолуния в ноябре, праздник духа воды и света. Интересно, международный кинофестиваль «Листопад» — это крупнейший кинофорум Белоруссии, который проходит в ноябре в течение недели в столице Республики Минске. А еще один фестиваль начинается в Севилии — фестиваль европейского кино, международный кинофестиваль и важные события в европейской киноиндустрии. Давай заострим на этом внимание и чуть позже поговорим про кино и про киноискусство побольше, хорошо? Мы обязательно поговорим побольше и вы, друзья, это увидите обязательно. Ну а прямо сейчас хочу сказать, что 60 лет назад, в 1957 году, именно 3 ноября, в СССР совершен запуск космического аппарата «Спутник-2» с собакой-лайкой на борту. Здорово! 59 лет назад в Париже открыт комплекс зданий ЮНЕСКО. Ну а прямо сейчас о тем, кто родился 3 ноября. В 1500 году Бендвентуно Челлини — итальянский ювелир и скульптор. Самуил Маршак — советский поэт, переводчик, писатель, редактор. В 1887 году родился. А с 3 ноября 1949 года родился Александр Градский. Советский российский певец, автор песен, композитор, народный артист России. Кто же Александра Градского не знает? И просто хороший человек, очень любим его творчество, знаем, просто обожаем. В 1957 году Дольф Лунгрен — шведский и американский актер, режиссер, сценарист и продюсер. Ну и 3 ноября 1982 года родился Евгений Плющенко, российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион. Ну тоже, кто его не знает, кто не знает его творчество, его легендарные номера, его победы. Любим все-таки, несмотря ни на что. И поражаемся его физической формой, то, что он всегда на высоте. Все потому, что, наверное, каждый утро делает зарядку. Я знаю, что Евгения Плющенко отдали в 4 года. В 4 года именно заниматься этим замечательным искусством. Ну а мы с вами, друзья, если уж не как Евгения Плющенко танцуем на льду, то прямо сейчас смотрим зарядку и повторяем, чтобы быть в форме. Правая нога впереди, левая сзади на носке. Коленом пола не касаемся. Спину держим ровно. Выполняем 3 подхода по 20 раз на каждую ногу. Продолжение следует... На вдохе опускаем ноги вниз. На выдохе поднимаем наверх. Колени стараемся не сгибать. Данное упражнение выполняем 3 подхода по 20 раз. В исходном положении пятки ставим под колени. Выполняем подъем таза вверх с максимальным напряжением ягодиц. Дышим равномерно. Выполняем вдох через нос, выдох через рот. Выполняем 3 подхода по 20 раз. В конце каждого подхода 10 коротких подъемов вверх. Выполняем вертикальный подъем ног с максимальной амплитудой. Ногами и лопатками пола не касаемся. Выполняем 3 подхода по 1 минуте. Локти ставим под плечи. При опускании ноги пола не касаемся. Выполняем 3 подхода по 15 раз на каждую ногу. Выполняем ногу до конца. При скручивании стараемся коснуться локтем колена. Выполняем 3 подхода в течение 1 минуты. Ну и в продолжение будильников мы заглядываем в народный календарь. Сегодня, между прочим, Иларионов день. Интересно, не знал об этом. Давай поподробнее. Из этого дня начинает заметать Пороша. И наши предки часто говорили, первая Пороша не путь. Но большой беды в этом не видели. Ведь бездорожье хулить, по белу свету не ходить. Это уж точно, друзья. Вот на Илариона примечали. Если снег ляжет на сырую землю и не растает, значит весной рано зацветут поснежники. Если же снег выпадает на мерзлую почву, в следующем году можно ждать хорошего урожая хлеба. Ну а если сегодня не надеть шапку и варежки, то обязательно замерзнешь. Это такая небольшая примета от нас. Смотрим погоду, слушаем внимательно и одеваемся именно по ней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова По данным Гесметио, сегодня, 3 ноября, пасмурно, небольшой снег. Температура воздуха в Чебоксарах от минус 3 до нуля. В республике от минус 4 до 1 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Утро должно начинаться ярко, правильно и, самое главное, с правильного завтрака. Вот это точно! Я с тобой полностью согласен. А что такое правильный завтрак? Наверное, он должен быть наполнен углеводами. Ничего страшного, если с утречка вы покушаете хлебушек с маслом или с чем-нибудь еще. Не страшно, все к обеду, как говорится, исчезнет. Мы же работаем, мы же ходим, двигаемся. Но мы не только о полезном завтраке, но о еде в целом, о вкусностях и полезностях. И прямо сейчас не только говорим, друзья, а смотрим и учимся, как эти вкусности и полезности готовить. Баклажаны и пармиджана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А так тяжело, конечно, просыпаюсь А утро этого прям в 6 утра, например? Или когда проснулся, тогда и утро? Ну, в основном так получается, да А так, ну, 9-8 часов надо все-таки вставать А так люблю поспать, конечно Отлично, ну, как любая творческая натура, мне кажется, утром-то как раз-таки и не творится Ну, вот съемки некоторых фильмов начинаются в 3-4 утра Были ли такие примеры? Можете что-то интересное вспомнить? Что либо снимали круглые сутки подряд, без перерыва Ну, да, считай, почему утром, да Просто это всегда такой режимный свет, да, рассвет, да Вот, и всегда вставать рано, 4-5 часов, если ты хочешь успеть А если летом так, ну, это в 5 часов уже рассвет, 4, да То можно не спать А так, да, круглые сутки не было Но часов, наверное, 16 мы вот работали Это очень, конечно, тяжело для всех И после вот такой съемки обычно всегда надо один день отдохнуть А что это за работа была, кстати? А съемка это была Это у нас мы с утра начали снимать, потом в обед снимали, потом вечером И у нас еще ночная съемка была И что в итоге получилось? Я жду, что за продукт-то вышел? Как назывался? Фильм? А, этот фильм, это недавно совсем, вот мы как раз его сняли, он уже готов, вот сейчас будет на фестивале на Азаме, вот у нас здесь в Чебоксарах будет фестиваль, в середине где-то ноября Фильм будет называться Фуга, так что если есть желание, приходите посмотреть Очень интересно, Фильм, когда уже снимали столько-то часов Да, вот не петь Ну это одна смена, это не всегда Но так традиционно считается съемочная, смена съемочная 12 часов 12 часов А почему так много? Больше рабочих дней А вот так вот всегда Потому что, допустим, по нормативам определенным, да, постановка света, допустим, да, 2 часа То есть из 2 часа свет, да, 10 съемок А если разные возможные планы надо снимать, то свет надо тоже переставлять, да То есть в день примерно вот у, там, у Звягинцева, допустим, таких вот режиссеров взять, вот таких вот, да У которых качество самое главное, да, это примерно, ну, 2-1,5 минуты в день полезного материала То есть из того, что она снимаешь Конечно, конечно А вот сейчас хорошо перешли в цифру, наверное, с этого, с точки зрения как раз-таки съемки Потому что, может, потом все сбросить, наверное, или так не происходит? Такое бывает, но вот, допустим, если какая-то сложная, допустим, сцена с краном, там, с телегами и так далее То есть обычно один день это репетиция, да, а на следующий день съемки То есть это уже 2 дня, точно так не сложно С краном Сразу вопрос, кран понятно, что это такое, что такое телега? Телега, это тележка, это, ну, на рельсах, ну, типа такой маленький вагончик Или по кругу, или вдоль, полукруг, там, ну, по-разному То есть в кино можно, грубо говоря, пристреляться сначала То есть когда ты приходишь, я не знаю, приходит актер, садится в дубль, мотор, пошел И сначала снимает, как это будет выглядеть, да? Или как? Или я сейчас не понимаю? Ну, сложно, если сцены, допустим, какие-то боевые сцены, где требуются бои, там, да, правильно ударить и так далее, да То есть там, да, можно делать так, что постановщик репетирует всевозможное Сначала с каскадерами, да, снимает это все на съемку Потом показывают режиссеру, если он с этим согласен, может, какие-то свои коррективы будут, да, или какое-то свое видение, да Тогда, да, уже он говорит, все, я согласен, давайте вот примерно вот это снимаем И уже оператор-постановщик смотря, смотря на вот этот бой, который сняли они, да, уже смотрит, куда камеру поставить, что сделать То есть это такой процесс очень сложный А хлопушку на съемках по-прежнему используют? Конечно, конечно, конечно Потому что по-любому должно синхронизироваться и видео, и звук до сих пор То есть это специальный отдельный человек, который... Ну да, ассистент режиссеру И всю жизнь мечтала Хлопушку хлопнуть Все, приглашаем, приглашаем, давайте Я думаю, да, у тебя может, появилась сейчас такая возможность, но все-таки нам, непросвещенным Для чего она нужна, эта хлопушка? Синхронизировать звук и видео Чтобы было потом на монтаже, монтажер мог без проблем все-таки найти по хлопку По хлопку И кадр, который уже, там же она озвучивает, какие кадры, какой дубль На камере звук тоже записывается, черновой Вот это они там, раз Отлично То есть это еще промежуток времени какой-то остается Ну и плюс еще поиск материала облегчает Например, вот если у меня на съемке фуги Мы звук не записывали, а потом студии перезаписывали, да Но хлопушки использовали для чего? Для того, чтобы материал можно было потом быстро найти То есть там раз, брак, допустим, да, или что-то там Вот так унулись мы в такой вот непосредственной детали съемочного процесса Не совсем, конечно, чуть-чуть захватили Узнали, что такое экран, узнали, что такое тележка А хочу прямо вот сейчас сказать, наверное, может быть банальный вопрос Но тем не менее задам Когда начинал съемки фильмов собственных На кого ориентировался? Кто для тебя, вот как ты показал, вот гуру? Есть ли такие? Ну, конечно По-любому, как любой процесс обучения Это все даже копирование, да То да Ну, вот первый фильм, который я вот снимал В глубоком детстве, грубо говоря, так называю такое, да Это был Мартин Сканцезе Таксист, да Вот у него тоже был фильм Я такой снял, конечно, жуткий фильм Смотреть его невозможно, а сейчас, да Частник назывался Вот, у меня тоже герой ездил, как и в таксисте у Сканцезе Да, ездит таксистом И видит все это там, что творится Плохое в Нью-Йорке и так далее У меня тоже ездит таксист и борется за справедливость Помогает людям там и так далее Ну, сейчас для тебя это смотреть невозможно Это критический момент какой-то Настолько, когда ты понимаешь, как нужно делать настоящее кино Или что? Или ты такой просто себя не любишь людей? Не-не-не, это вообще как бы самокритику нужно воспитывать в себе все-таки Потому что понятно, что когда ты долг Вот особенно вот по фуге, допустим, если вот как раз вот последняя съемка Да, была у нас сцена, где мы снимали это под Ядреном Есть Лина-гора, да, где Пугачев там стоял, да, со своей бандой Вот, и мы снимали там, ну, считай, от Чебоксары Чтобы туда доехать, это примерно, ну, сколько, час-полтора, да Вот, и мы туда приезжали, но уже был закат И вот два раза мы туда приезжали, два раза Ну, так произошло, что я монтировал очень долго этот фильм И я думаю, ну, боже мой, два часа, ой, два дня мы туда ездили, да Страдали все, снимали Первый раз не получилось, а второй раз переснимали Я думаю, ну, надо его вставить в фильм, надо вставить А потом прошло какое-то определенное время, месяц, да И я думаю, нет, ну, не идет этот фильм, не идет И вот эти два дня съемок, которые мы ездили, просто пришлось раз смыть Это было, конечно, тяжело И вначале я до такой степени просто привык материал, полюбил Так хотелось мне его вставить в фильм Он стоял долго-долго, а потом все-таки нет, он выбивается А часто так бывает? Очень часто так бывает, и режиссеру надо воспитывать Все-таки вот это себе чувство, чтобы вот ради общего, ради фильма все-таки, да Вот этой красивости какой-то и вот что тебе далось так очень долго, да И в страданиях надо отказываться, конечно, отказываться А сколько раз, и происходит ли так, сколько раз перед выходом картины в массы, как говорится, да Происходит подобное редуцирование фильмов или, может быть, добавление в каких-то случаях? Вот не знаю, вот ты месяц прошел, ты уже по-другому посмотрел, еще месяц прошел по-другому Вот в чем соль? И сколько раз это происходит? Ну вот с фугой я просто сейчас вот как последний фильм, да Я вот монтировал целый год То есть почему это произошло? Раньше, до этого я где-то какой-то американский монтажер, я читал его статью И вот он говорил, монтировал фильм, он последний там, он получил Оскара, да Восемь месяцев, я думал, ну боже мой, ну восемь месяцев, что, как можно монтировать? Оказывается, можно, на самом деле Когда ты стараешься, вот у нас была идея снять независимое кино бесплатно, без денег, да Вот, и это всегда компромисс определенный И потом со временем, когда ты вроде бы в материале снимаешь, снимаешь Тебе все нравится, все хорошо, классно, да, процесс, актеры живые и так далее А потом со временем происходит уже охлаждение, да И у тебя уже взгляд становится более трезвым на этот материал И ты думаешь, боже мой, боже мой, надо что-то делать Как-то выходить из той истории, строить историю, да, вырезать Темпо-ритм, да, композицию, форму придавать И это, конечно, было тяжело Вот фугу очень сильно далась, очень тяжело мне далась по монтажу, основное, целый год В сентябре этого закончили Ну и напомним, когда можно будет посмотреть премьеру? В ноябре будет фестиваль Азам Это фильм вроде будет как открытие Фильм открытия фестиваля, так что можно будет приехать Приглашайте Обязательно Качнулся в больнице Чувствую, что живой Ну что-то не то, а вот что именно Ну а что именно, понять не могу Как будто родился уже взрослым Просто открыл глаза и начал жить Ну вот так и настигла меня новая жизнь Доктор спрашивает, говорит Скажи, какое сегодня число? А я смотрю вокруг и даже Название вещам-то вспомнить не могу А про числа вообще не знаю Знаете, такое странное чувство? Как будто со счета сбился Но какая-то Пустота в голове, что ли Не знаю Знаете, даже имя своего не помню Страшно Теперь о фестивале Какие работы еще будут представлены на нем И чем же этот фестиваль запомнился Чем отличился? Ну вообще идея фестиваля Мне всегда нравится Это что такое для меня? Все-таки это такая определенная тусовка Киношника Когда приезжают Желательно, чтобы со всех разных регионов Там стран Поварились в этой атмосфере творческой Посмотрели, кто как живет Какая мода, тенденция Какие мысли И такой обмен мыслями Один идеей Обмен идеями В идеале, конечно Чтобы сюда приезжали и продюсеры Чтобы можно было с ними познакомиться Поговорить, актеры И плюс для зрителей Это всегда как-то Тоже хорошо Просто, к сожалению На нашей стороне Сейчас такая сложилась ситуация Что вот авторское кино Или как архаус так называемое Или кино не для всех Не развлекательное кино И она как бы так немножко Выбыла из жизни Человек, зритель у нас Сейчас не видит его, к сожалению И кинотеатры его не прокатывают Все-таки стараются Американцы Какое-то развлекательное кино Которое все-таки принесет прибыль Вот И на фестивалях Их можно всегда увидеть Два вопроса у меня сразу возникло После такого развернутого ответа Сначала хотел задать Вообще Как кинорежиссер Со своей лентой Попадает на фестиваль А с другой стороны Другой вопрос Наверное Более такой глубинный Но чуть попозже задам Давай Как сначала Ну попадает как То есть Каждый фестиваль И у каждого фестиваля Есть определенное время Когда он принимает заявки И вот они смотрят фильмы И так далее Ты посылаешь Есть дедлайн До какого времени Надо успеть сделать Вот отборочная комиссия Этого фестиваля Она просматривает Смотрит В формате фестиваля Не в формате Твой фильм Да Может быть уже Они выбрали Такой же Примерный фильм По такой же тематике Смысл им Два раза Показывает этот фильм Для чего Снимается Подобное кино И как сделать так Чтобы его все-таки Смотрел зритель Если оно снимается Для зрителя Ну такая традиция Сложилась Что все-таки Наш зритель Приучился К развлекательному кино Американскому Во Франции Если присваивается Допустим Статус Авторского кино То государство На себя берет Маркетинг То есть рекламу Оно рекламирует И плюс у них Существует Квота определенная Что допустим Французские фильмы Идут 30% 50% В кинотеатр Остальное 50% Допустим Это американское кино Другое Иностранное То есть можно Таким способом Пойти Будем надеяться Что наше кино Ваш кино И собственно говоря Вообще Кинематограф Российский Он выйдет На какой-то Новый уровень Прямо сейчас Мы перервемся На небольшую Рекламную паузу После этого Обязательно Еще и поговорим Про кино Про то Как оно снимается С нашим гостем Оставайтесь с нами Спасибо что вместе С нами С будильниками Доброе утро Желаем всем Только солнечного Продуктивного И плодотворного дня Вместе с нами Сегодня Марат Никитин Продюсер И кинорежиссер Доброе утро Доброе утро Продолжаем общаться И продолжаем говорить Про кино И про кинофестивали В нашем городе Есть очень Всеми любимый фестиваль Его любят и ждут В этом году Он был юбилейный Чебоксарский Международный кинофестиваль Как к нему Относитесь Потому что К этому фестивалю Зритель уже привык Его знает Любит и ходит Ну да Я отношусь Вообще Как идея фестиваля Всегда положительна Любого фестиваля Будь то музыки Кино Или какого-то искусства То что 10 лет Да Прошло Это такой конечно Показатель Но К сожалению Как-то такое ощущение Вот все-таки Уровень как бы упал В фестивале К сожалению Вот А так Это хорошо Всегда есть какие-то новинки Посмотреть Можно будет на фестивале Марат У меня вот такой вопрос Кроме того Что ты режиссер Снимаешь фильмы Я знаю Что у тебя есть студия Где ты воспитываешь Надеюсь Плеяду Будущих актеров Или не актеров Может быть Ты сейчас развеешь Миф какой-то Или что Нет Мы значит Придумали Такую театральную студию Лабораторию назвали Где у нас Работает группа Людей от 14 Или до 18 И с 18 Плюс Кто хочет себе Раскрепоститься Попробовать себя А так идея Все-таки построить Экспериментальный Такой театр Да Вот сейчас мы С московскими сценаристами Написали Такие короткометражные пьески Которые хотим еще снять И поставить в театре Такая реальная жизнь Такая бытовая Такие истории Семейных отношений Вот Да Как стать актером Понятно То есть Есть и студии Есть различные Есть и педагоги А как стать режиссером Это приходит внутренне Это приходит С определенным возрастом Как было у вас Ну у меня с возрастом Пришло А так Если например В Абгике Учатся там 20-летние ребята 19-летние ребята Не рано Ну например Тарковский считал Что да рано Все-таки должен человек Пожить У которого есть Какой-то опыт И хороший И плохой И так далее Есть что рассказать И поделиться с миром Да Ну я думаю Что сейчас В миг стремительных Таких скоростей Интернета И так далее То ребята Сейчас взрослеют Я думаю Быстро И существует Все-таки Молодежное кино Да Вот развлекательное Американское кино Это все-таки Для молодежи Для молодежи Для подаркового кино В этом ничего плохого нет Я сам люблю такое кино Посмотреть Посмеяться Немножко забыть В каких проблемах Мы живем там И так далее Немножко отвлечься От жизни Вот Какое-то серьезное кино Все-таки конечно Это обычно взрослые ребята Хотя бывают исключения Да бывают исключения Во сколько у вас это было Когда вы поняли Я режиссер Я до этого вообще Занимался таким предпринимательством И в принципе успешно Вот Но Как бы Что такое предприниматель Предприятие Которое развивается Постоянно что-то Придумывает Новые идеи Да Он не должен стоять на месте А мне произошло так Что я когда вложился в дело Работал Работал Но оно уже не приносило мне удовольствия Я искал себя Но никак не мог найти Думаю Что такое Что такое Как Почему И однажды посмотрел кино И вот оно на меня повлияло Думаю Как это все так происходит Давай попробую И вот начал пробовать Что-то читать Книжки Ездил в Москву На курсы Миты Вот Как написать сценарий Снять по нему фильм Вот Снял несколько таких Любительских историй Потом понял Что все-таки Уровень надо повышать Профессиональных знаний Не хватало Сейчас Сейчас С развитием интернета Можно любую Материал найти Книги Которые я допустим Покупал раньше В Москве Сейчас они В свободном доступе Мастер-классы Всевозможные Сейчас Как бы Вот это Получение этих знаний Это очень просто Набил В гугле Поисков Кто тебе нужен И получишь эту книжку А раньше Все-таки нет И вот пришлось Мне уезжать В Москву И поступил я На высшие Режиссерские курсы На режиссеры Вот учился Два с половиной года Вот так Втянулся туда Это понравилось И Изменило мою жизнь И всех вокруг Ты зарабатываешь На этом деньги Или это в разряде Хобби ходит К сожалению Да Такое дорогостоящее Хобби Да Но Некоторые зарабатывают Деньги Снимают сериалы Ну вот у меня Тоже я попробовал Сериал снимать Там Ну это тоже Все-таки такое В нашей системе Такое Да Продюсер Всегда определенных Тащих своих режиссеров Такой свой мир И попасть туда Вот в этот Как бы В закрытый клуб Очень тяжело Вот А так были возможности Я снимал сериалы Я просто вернусь Все-таки К вопросу О студии Мне интересно Вот что Ты сказал От 18 И дальше Там без разроза Это люди Которые Прямо вот никогда Могут прийти Люди Которые никогда С этим не сталкивались Конечно Нет Ну например Я считаю Что каждый человек Да Актер В своей жизни Да Вот на самом деле Ну а если взять Да Развернутый Вот это Весь Можно Одинственную роль Да Сыграем Да Вот именно И развить в себе Это все-таки Метод Определенная Система По которой Надо заниматься И если у тебя Есть желание Самое главное Самое главное Желание Потому что Это образ жизни Все-таки Актер Это образ жизни Но у вас есть Вступительные экзамены Или что Нет 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 Никакие вступительные экзамены Просто студия Для себя Да Да И остаются Всегда Те люди Которые хотят Вот костяк остается Всегда Немножко Вымываются Люди Которые пришли туда Случайно Это не их Да Прямо Это сразу чувствуется А есть ребята Которые погружаются В этот процесс Им нравится Да Это все-таки Актер кто такой Это личность Да Которая Не просто там Играет какие-то роли А все-таки Он хочет Чему-то там Научить Людей Зрителей Поделиться Поделиться Чем-то таким Какой-то болью Проблемами Вот для меня По крайней мере Искусство В этом Что это Не просто Там Развлекать Да Ну ты Полежишь На диванчике Поешь попкорн Да Расслабься А Хотя я Такое кино Очень люблю Да Тоже Но есть и другое кино Которое Вот мне Ближе И Она к сожалению Ну и Может быть к счастью Дешевле в производстве Да А так как Все-таки Я как бы Независимый Кинеграфист Да И денег у нас Всегда в обрез То Конечно Мы снимаем Такое кино Вот опять же Вопрос о том Почему Да Просто Это всегда Авторские интимные истории Это всегда Один Два Три Героя Да Локациях Минимальных Да Больше психологическая Какая-то жизнь А вот Экшен снимать Где там Погони Драки Стрельба Машины Самолеты Это всегда Это большой бюджет Да Тем более Си джи Графика Это тоже денег Особенно если актеры Актеры Если да То есть да Если какие-то там Дорогие актеры А вот вы воспитываете Актеров в кино Или актеров в театре Сказал потому что Экспериментальный театр Хочешь поставить Но тем не менее Реже снимаешь У нас задача такая Да Чтобы все-таки Мы сняли Как короткометражное кино Да И плюс Это был спектакль То есть такой Экспериментальный То есть и туда И туда Можем Да Да Туда и туда Что попробовали себя И там И там Вот в театральный вуз Когда поступаешь Там есть возрастные Да Ограничения Девушкам до 21 года А мужчинам Парням до 23 Есть ли у вас Какие-то ограничения В возрасте Когда приходит к вам Человек И говорит Я хочу играть Я хочу научиться Придерживаетесь ли вы Этих возрастных рамок Ну да Вот с 14 лет И до скольки До Я думаю Бесконечно Бесконечно Конечно Если человек хочет Почему нет Надо дать ему Возможность попробовать Потому что потом он Допустим Перед смертным своим Адром Да Подумает Боже мой Я не попробовал Быть актером Да И жизнь прожита зря Вот мы даем Такую возможность Попробуй давай Приходи То есть 14 лет Меньше Как бы Мне Я не могу С подростками работать С мяч Ну и наверное Немножко Все равно глубина Наоборот Ты работаешь с подростками Это как раз Попертатный период Когда играют гормоны И с ними сложнее Иногда бывает В том смысле Что у них В мир Они рвут на себе Рубашки Волосы И доказывают Что вы все неправы Вы ничего в жизни Не понимаете А вот мы знаем Вот это и хорошо Мне кажется 14 лет Как раз Подросток идет Вот этот слом Максимализм Юношеский И вот Показать Какое-то тебе Направление Попробуй Если ты хочешь На самом деле Что-то перестроить Перестрой Попробуй Вырази это С этой точки зрения Есть рациональное зерно Воспитывать Как раз таки Режиссеров Может быть Они не всегда Знают жизнь Но зато Они знают Ту подростковую жизнь Может быть Ближе Очень часто Из актеров Выходили потом Режиссеры Вообще часто Ну это понятно А из режиссера А из режиссера Актер Ну почему Вот если Смирнов Режиссер Ему не давали Возможность снимать Он был как актер Сценаристом Почему нет Бывает Такой Вот Тарантино Он же тоже как актер Допустим Начинал Меньшов И снимает Меньшов Меньшов Мой мастер Он тоже как актер Режиссер Снимается Но все таки Больше конечно У него творческий процесс Производства Своих фильмов Это очень долгий Да У него столько 5-6 фильмов Да Ему тяжело Родить эту идею Но зато Он и снимает Это шедевр Любовь и голубь Москва Слизам Не верит Это же Такие фильмы Надо родить идею Это Все таки Я думаю Это сценаристы Пишут А потом уже режиссер Просто смотрит На нее Видит Как ее можно Воплотить на экране Либо на театре Ну или таким способом Через сценариста Да Ну вот если авторское кино Ну даже и коммерческое бывает Что и режиссер придумает Как идею Немножко напишет Какой-то тритман Там немножко заявочку А потом уже сценарист Это все начинает обрабатывать Но все равно Должна быть идея Которая тебя Прямо поглотила Да Поглотила Что ты должен жить с ней Опять же повторюсь Да Ну полтора-два года Да А бывает Что ты национально Сценарий написал А пока поиск Идет денег Финансирование Проходит год А может быть У кого-то и два Такое тоже бывает И вот не плюнуть на эту идею Потому что идеи-то Они всегда вокруг Да Их надо выцепить Да Только захватить Немножко сосредоточиться на ней Вот И Чтоб пожить с этой идеей А вот Марат Никитин Увлекал Как режиссер Сценарист Уже имеет свой почерк Или это проба пирающегося Ну Надеюсь Что все-таки есть Да Какая-то определенная Тенденция и стиль Я надеюсь Но так Я на самом деле Не думаю Что вот Надо вот Если я вот допустим Как Тарковский Да Снимаю Все похожие фильмы Да Вот он себя нашел Таким способом Да Но опять же Такое Определенное Самоцитирование Все равно происходит Да И Я бы поработал В любых жанрах В принципе Фуга это уже Не как Харло Да А Харло это не как Никита Допустим Да То есть Надо пробовать себя В разных жанрах Не останавливаться Попробов Так же как Кто-то Хотел там Боже мой Актером стать А не стал Да Потому что не хватило Силы воли Может быть Да Или страх Да Я хочу попробовать В разных жанрах Это интересно Мне Что бы вы хотели Изменить В нашем Кинематографе Российском Какие Есть может быть Мечты Чтобы что-то было так А это было по-другому Чтобы фильм Именно воспринимали Такой круг людей Чтобы оно вышло На те экраны Вот какие-то Я может быть Неправильно задала вопрос Но вот ваши мечты Насчет нашего Киноискусства Идеальные То есть В ваше понимание Какое оно Ну если взять Как бы За идеал То есть Всегда искусство Должно стремиться Все-таки к идеалу И так же человек Должен иметь Сверх-сверх задачу Свою Такой идеал Которому должен стремиться То для меня Идеал Это Чтобы были Как бы равные Возможности И возможности Для всех Грубо говоря Не знаю как это сделать Потому что денег Все-таки Это всегда Такой ресурс Который всегда ограничен Но возможности Как бы должны У всех быть равны Как бы Такой определенный Социализм В этом плане Чтобы каждый человек Со своей идеей Он мог ее реализовать Как это сделать Это уже другой вопрос Это можно размышлять Это философский вопрос Политический Да я не знаю Законодательный И так далее Но Не у какой-то там Группы лиц Да Было вот это Финансирование И вот эти рычаги Воздействия Да А все-таки Это было у массы Да Вот есть идея Пошел молодой режиссер Снял какую-то свою Картметражечку У него есть Какой-то материал Да Вот посмотрите Какой Ну вот у меня сейчас Есть идея Сценарий Допустим Снять фильм Да Смотрит Ну да 100 тысяч долларов Допустим Государство дает Такую возможность Или государство На частный фонд Но Реализовывайся Понимаете А сейчас происходит Такое Размазывание На тарелке Да Допустим Государство дает 200 миллионов В кавычках Да Рублей На съемку Фильмов Там каких Допустим Очень таких Да Государство Там выделяет 1 миллион долларов Группа говоря Да А на этот 1 миллион долларов Можно на самом деле Снять Ну 10 фильмов По 100 тысяч долларов Да Архаус Каких-то историй Там студентов И так далее У кого нету Бюджета Или можно снять За 1 миллион долларов Один фильм Который на самом деле Провалится В основном Да В нашем В нашем прокате Вот Как-то все-таки Хотелось Чтобы всем было Возможно А это можно вообще Предугадать Провалится фильм В прокате Или не провалится Есть ли Есть ли какие-то Определенные Такие Я не знаю Вот хиты Тоже невозможно Написать Любого композитора Спроси Как ты написал Да Вот казалось бы Не знаю Скорее всего Выходит фильм И вроде громкое название И вроде бы ожидает Но Как Гарри Поттер Допустим Такая известная книга Ее прочитали Там миллиарды людей Конечно Наверняка Из них половина Допустим Пойдет смотреть Плюс прокат Реклама И так далее Думаю Возможно Но Со стопроцентной уверенностью Что вот это Будет в прокате Выиграть Вот это нет Ну вот сейчас смотри Вот целый год Муссировали Вообще С разных позиций Ругали Критиковали Учителя С его Батильды И кстати Ходил не ходил Споткал не ходил И не пойдешь Ну Вот когда Я вот не люблю Когда вот Все рекламируют Все рекламируются Давайте сходите Сходите Как бы так потенциально Ну нет Пока не хочу Я думаю Что вот это тоже Ведь из области Такого Пиара и рекламы Конечно Такие вот дебаты По поводу того Что я сходил Я ничего такого критического В принципе не увидел Может быть Я не знаю Я не такого сильного Умственного развития Что я каких-то подоплек Там не вижу Но я действительно Не увидел такого ничего Хорошего Вроде игровой кино Красивые актеры По современному Мне кажется Снято Там как раз таки Хорошие действительно Лица уже знакомые Все-все-все Это есть Вот Вот пожалуйста Промоушен Нового фильма Ну да Но вот Для меня То что Все-таки Личность Как Фрейд говорил Существует Эго я Оно И Супер эго Вот Супер эго Это как бы Моральные Нравственные ценности А есть Оно Это примитивное То что от нас Осталось от обезьян Грубо говоря Да Это наше Разделение на мир Борьба там И так далее Убей Врага То есть Вот сейчас происходит Вот как Вот мое понимание Да Все-таки такое А А чем это говорит О том что у нас Какое-то примитивное сознание Да Для нас вот разделение Плохого и хорошего Все Враг А не кажется ли тебе Что это как раз таки Игровое кино Воспитало В подрастающем поколении Потому что это же молодежь идет Такая вот Кому там В 17-20 Оно Громить Резать Это стрелялки Пулялки Мультфильмы Все которые там Пил-пил Все вроде друг друга убивают Эти экшены Которые идут Из года в год Повторяющиеся С разными просто лицами Исполнителями И так далее Может быть Это людей Подстегивает тому Что вот нужно себя вести так Они воспринимают мир Сквозь призму игрового кино А потом Когда приходят К этих страшных Вот таких результатов Мы сидим И рассуждаем Опять же Опять же Если на тебя Это влияет У тебя нету Собственного корня Вот Ты говоришь Что для меня Ценно любовь Допустим Добро И хорошее отношение К людям Я ответственен За свою страну За себя За своих детей И так далее Вот это все таки Мне кажется Такое взрослое отношение К жизни А есть Да Такое На тебя влияет Как подросток Грубо говоря У тебя в голове Ты еще не определился С вектором И на тебя Внешние факторы влияют На тебя влияет Социум Который говорит Это хорошо Это плохо Или вот это плохо Это хорошо Например И такой Это на меня влияет Влияет Я такой Смабый Ну это не просто так Пишут категорию 12 плюс 6 плюс Поэтому мне кажется Родителям в первую очередь Нужно прислушиваться К этому Присматриваться И не отпускать Не давать денег Ребенку На фильм Где 18 плюс А ребенку 7 лет Поэтому Или еще что страшнее С собой его не брать На этот фильм Потому что Не дай бог С кем-то Негде с кем-то Оставить ребенка А фильм самому Посмотреть хочется И такое тоже Кстати бывает Все не просто так А потому хочется Подытожить Что фильм Все-таки Несет Какую-то положительную Эмоцию Если фильм Действительно хороший Снят хорошим режиссером И когда Человек выходит Из кинозала Его глаза Наверное Не соврут Потому что Если фильм Действительно учит Либо Просто Как вы говорили Посидеть И ни о чем Не думать Вот бывает Такое настроение Либо наоборот Задуматься И пусть таких фильмов Будет как можно больше Вот к этому Я вот призываю И огромное спасибо Что вы доносите До зрителей Именно философскую мысль О том Что человек Думает Смотрит И задумывается Может быть Какие-то важные Изменения в своей жизни В лучшую сторону Предпенит Но я думаю Что это будет Чуть позже Марат У нас все-таки День только начинается Сегодня утро Вот камеру Пожалуйста Я думаю Что ты можешь В нее работать Нашим Телезрителям Пожалуйста Пожелай что-нибудь Такого интересного Хочу пожелать вам Дорогие зрители Мира Любви Здоровья Счастья Всего-всего-всего Что вы хотите И будьте здоровы С добрым С добрым Утром Это самое главное Будьте здоровы Будьте любимы Марат Никитин Продюсер Кинорежиссер Спасибо большое Ждем премьеру Обязательно туда пойдем Нас пригласили Спасибо за это яркое утро Очень был интересный разговор Я думаю Что обязательно Надо будет вернуться Какой-нибудь из тем Друзья Мы продолжаем наш эфир Вернемся в студию Чуть позже Ну а пока Несколько полезных Мужских советов В сегодняшнем ролике Мы покажем Как правильно Подворачивать штаны Рассмотрим Два варианта Классический И зауженный Вариант первый Классический Есть два вида Классического Подворота штанов Широкий И узкий Если вы имеете Низкий рост Вам подойдет Только узкий подворот Используя широкий Вы будете казаться Еще ниже Для мужчин Высокого роста Подойдут Оба варианта И широкий И узкий Как правило Достаточно сделать Два подворота штанин Чтобы добиться Хорошего результата Но по желанию Вы можете сделать И больше Вариант второй Зауженный Оттягиваем Лишнюю ткань С внутренней стороны Штанины Заужаем штанину Таким образом Чтобы она Комфортно Облегала ногу Делаем первый подворот И равномерно Поправляем его Со всех сторон Далее Далее Делаем второй Так же плотно И аккуратно То же самое Проделываем С другой штаниной Количество подворотов Зависит от длины Ваших штанов И подбирается Индивидуально Теперь вы знаете Как правильно Подворачивать штаны Друзья Как всегда Вовремя были полезные Советы у нас Ну а мы прямо сейчас Продолжаем Говорить о том Что интересного Можно посмотреть И увидеть В нашем городе Пятница на календаре А это значит Что пришло время Хороших Приятных Семейных Выходных 3 и 4 ноября В городских музеях Ночь искусств Категория 6 плюс Интерактивные площадки Игра на чувашских Музыкальных инструментах Народного мастера Николая Фомерикова Занятия для малышей Творческие ладошки И увлекательные Мастер-классы Ждут вас 6 ноября В понедельник В Камерном театре Концерт Мелодии Старые пластинки Музыка 30-х 40-х годов Категория 6 плюс Друзья Это была культурная фиша Нашего города Куда сходить Что посмотреть Ну и напомним то Что 3 Хороших Теплых Семейных Выходных Дня Нас ждут впереди Поэтому настраиваемся Только на позитив И на отличное настроение Это будильники Но этот день продолжается Друзья И прямо сейчас Конечно же Желаю вам Всего самого доброго Анголицына Максим Попов Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»